Доброго дня! В данном видеообзоре мы с вами рассмотрим принципы работы и проведем дополнительные заметки по целям сообщества и взаимодействия по общим квестам для игроков. В первую очередь цели сообщества подразумевают некую эфемерную историю или подготовку к следующему этапу развития вселенной элит. Для доступа к функциям и меню услуг целей сообщества достаточно посетить любой космопорт или аутпост. При выборе доски объявлений в самом верхнем элементе списка будут обозначены цели сообщества. В основном делятся на две подкатегории. Это боевая поддержка и поставка необходимых товаров. Необходимо зарегистрироваться, то есть выполнить подписку на выполняемую задачу вне зависимости от вашего положения в галактике. После подписки вы можете ознакомиться с первичным текстом. Кто-то вроде президента федерации Закария Хедсона предложил занять оборонительную позицию и пообещал защитить человечество от, по его мнению, агрессивно настроенной расы. Более умеренно настроенные граждане подчеркнули необходимость получения дополнительных сведений, так как о торгодыдах известно очень немного. Но это все лирические отступления. Основная задача это открытый заказ на материалы. В скобочках мы видим полупроводники, литий, электросеть в сборке. Именно один из трех элементов, либо все три элемента сразу в одной трюме, вам необходимо доставить в конечную точку. Далее по списку вы можете обнаружить ваш профиль, сколько доставили именно вы. Глобальный прогресс это три. Миллиона сто шестьдесят девять и ноль восемьдесят девят тонн собрано. Внескли вклад четыре тысячи триста сорок семь пилотов. И конечное время. Если задача будет выполнена быстрее, то соответственно данный квест закроется, не дожидаясь остаточного времени. Далее вы можете увидеть в списке, в какой подкатегории вы находитесь. На данный момент автор находится в категории С лучшие пятьдесят, но еще не получил первый разряд по доставке груза. Не менее важным аспектом является позиция получения целей сообщества и регистрация на нее. Если вы зарегистрировались и подписались в соло игре или в открытой игре, то после окончания времени или по истечению срока его выполнения досрочно сдать необходимый квест возможно только в том режиме игры, в котором вы на него зарегистрировались. То есть, если мы взяли подписку и регистрацию по выполнению задачи в открытой игре, то соответственно бонусы и общую плату за выполнение данных целей сообщества вы получите, зайдя и переместясь на станцию в открытой игре. Или, соответственно, в соло игре. Корабль и его модульное обеспечение. Тут сугубо лично ваша проблема и данное видео не характеризует тот или иной корабль. Соответственно, вы должны делать не жадный расчет, то есть максимально забивая грузовыми трюмами по настройкам фитов вашего корабля. Поскольку ваш прыжок будет увеличиваться в зависимости от несомого груза и, естественно, обратные координаты получения того и не необходимого продукта для повторной доставки, вы, естественно, должны перемещаться к данным станциями не порожняком, то есть не пустой, а также закупить какой-то необходимый товар, перед этом реанализировав общие потребности станции и потребности в услугах станции. На данный момент это свежекупленный питон, пока с минимальным апгрейдом, перевозит без исключения какой-то сверхдополнительной нагрузки 208 тонн. Мы знаем, что на данную станцию по цели сообщества нам необходимо доставить примеру литий. Итак, смотрим, литий просто в избытке 12 тысяч. Он никуда, естественно, за 3 часа реального времени не пропадет. И не забываем о том, что периодически будет пополняться. Закупаем литий, максимально доступную загрузку. И, соответственно, смотрим необходимости станции. Забегая вперед, могу сказать, что на конечной станции по доставке целей сообщества, то есть самого лития, там продается в избытке спиртное. Здесь станция требует или просто-напросто требуется в услугах станции поставка спиртного. Обратный ход будет также 208 тонн с полным трюмом спиртного. Прокладываем наш курс. Примерно где-то около 13 прыжков. Да, 13 прыжков при 208 тоннах. В принципе, среднее количество затраты времени. Отправляясь в то или иную путешествие по выполнению задачи целей сообщества, соответственно, опираясь на автоматический курс, прокладку или ручную прокладку курса, Обратите ваше внимание на системы, где, возможно, незаконны те или иные товары. На данном примере, это при прозврате на данную станцию за последующей партией лития, мы будем перевозить спиртное. В одной или двух системах данный товар незаконен. Поэтому при прокладке курса, хочу обратить ваше внимание еще раз, внимательно выбирайте системы, через которые вы будете проходить. При прокладке курса прыжки более 13, 15, 18 прыжков пугать вас не должны. Не забывайте о самой главной вещи в данной игре, это исследование. Соответственно, гонорары, которые вы получаете за исследование при прокладке того или иного маршрута, никто не отменяет. То есть, в среднем, дополнительно, за каждый рейс вы будете получать 200, 300, 400 тысяч кредитов за функции исследования. Не забывайте и о вашей безопасности. Довольно большие объемные триумма всегда привлекают тех или иных уголовных элементов пиратов или в открытой игре каких-то игроков, которые постараются выбрать перехват вашего корабля, ну и, соответственно, вынудить на сброс того или иного количества груза. Итак, мы прибыли в конечную точку по доставке продукции для целей сообщества. Открываем потребительский рынок и сдаем наш литий. Доход от лития в среднем составит около 100 тысяч. 166 тысяч. Это разница цены за доставку в 13 прыжков. Не увеличивая объем и время видео, закупка 208 тонн спиртного и последующая доставка на закупку лития и сдача спиртного на той станции, где мы будем закупать литий, доход составит в среднем 40 тысяч. Итак, посмотрим. 50 процентов, но на данный момент не выполнили до первого тира общую загрузку по целям сообщества. В целом доставлено 320 тонн, пока на данный момент этот груз не зачислен в обновление. Обновление проходит спустя какое-то время. Это на данный момент третий полет. То есть, третья ходка по грузоперевозке. Обратите ваше внимание, что глупо полагать, если вы на КОБРЕ МК-3 планируете попасть под раздел АА, то есть лучшие командиры 10 человек. Это в теории, конечно, возможно, но практически очень-очень затруднительно. Но на базе или примере той же самой КОБРЕ МК-3 вы гарантированно попадете в подраздел Д, лучшие 75, и получите не менее 4 с копейками миллионов. Данные активы позволят вам уже приобрести тот же самый АСП Эксплойер, который является практически самым первым универсальным кораблем. И последующие цели сообщества вам придется выполнять уже более мягче, менее задумчиво и не так проблематично. На данный момент это, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok